Мы все с нас! Мы все с нас! Ролики в популярной сети ТикТок, призывающие несовершеннолетних граждан выйти на несанкционированный митинг в минувшую субботу, разлетелись по стране и миру молниеносно. Итог неуемных фантазий и энергии печален. В Самаре на незаконном шествии арестовали шесть ребят, не достигших 18 лет. Отвечать за поступки подростков пришлось родителям и администрации учебных заведений города. Регулярно, примерно за две недели до мероприятия, выкладывались в соответствующих жанрах грамотно поданные сюжеты, которые, надо сказать, позволили эту тему сделать достаточно модной среди подростков. На внеочередном совещании в мэрии сотрудники полиции, прокуратуры и правоохранители вновь предупреждают самарцев. За участие в несогласованных публичных выступлениях предусмотрена административная и уголовная ответственность. Любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. В ходе проверок работниками отдела по делам несовершеннолетних было выявлено 144 подростка, пожелавших принять участие в незаконном шествии в минувшие выходные. С этими подростками была сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы, в ходе которых было рассказано об административной ответственности за участие в несационарной акции и о возможных последствиях. Интегрироваться в яркий виртуальный мир подростков родителям и учителям не так просто, отмечают собравшиеся, но быть ближе к собственному ребенку и ученику, научиться слышать и попытаться его понять под силу каждому взрослому человеку. Нам надо не передавить, нам не надо оттолкнуться. Мы должны быть сейчас с вами друзьями и теми людьми, на которые опираются, которым можно довериться. Комиссии по делам несовершеннолетних сегодня собрали в большинстве районов областного центра. Задержанные подростки поставлены на учет в полицию. Родителям детей придется выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. То есть участвуя в разного рода акции, скажем так, дети подвергают в первую очередь свою жизнь и здоровье определенным негативным последствиям. Могут пострадать. В то же время они должны учиться и думать о будущем своей страны. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по поручению главы региона Дмитрия Азарова сегодня проходило при участии советника губернатора Самарской области Ирины Скуповой. Совместно с участниками совещания советник главы региона считает необходимым выстроить максимально доверительный разговор с родителями и детьми в ходе проведения разъяснительных профилактических бесед. Помимо ответственности, которую вообще-то должны нести взрослые люди, есть еще и их будущие судьбы. Поэтому частью обсуждения всей этой темы было бережное отношение к детям. И Дмитрий Игоревич особенно обратил внимание на то, что дети, которые случайно оказались там, шли, стояли рядом на обочине, но проявляли любопытство, на них не должно быть клеймо, чтобы они не оказались изгоями среди своих друзей и школьников. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участие в несогласованных публичных выступлениях, следить за своими детьми. Не стоит забывать и о том, что в Самарской области до сих пор действуют ограничения в связи со сложной эпидобстановкой. Среди участников массовых незаконных шествий могут быть носители коронавирусной инфекции. Несоблюдение дистанции масочного режима в разы увеличивает риск заражения и передачи болезни. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События.